Как наметили, так и начинаем. Обычно мы начинаем здесь в 3 часа, сейчас 2, поэтому, может, кто-то подойдет позже. Пожалуйста, ни на что не обращайте внимания, особенно те, кто тут около микрофона поет. Я серьезно говорю, ребята, я надеюсь, будете хорошо проводить время. Вы нам не мешаете, если будете выпивать, закусывать, наоборот, с удовольствием, с завистью буду смотреть, у меня будет вдохновение расти. Значит, меня зовут Верстаков, я сегодня начинаю. Вторым будет выступать один из основоположников афганской песни, Игорь Морозов. А открыть наш такой небольшой, я считаю, ну какой-то товарищеский вечер. Я боюсь к сегодняшнему, вернее, ко вчерашнему дню употреблять слово «праздник». Я не думаю, что день вывода войск из Афганистана – это праздник, потому что мы оставили там многих друзей, которые погибли. Нелогично. А день победы 9 мая, Верстаков? Нет, я считаю, праздник – это день ввода войск. Ну ладно, все равно сегодня день памяти, день встреч. А пусть наш вечер откроет офицер, который прошел Афганистан, два года там был, был обманом захвачен в плен в Чечне, один из наших самых известных и продолжительных узников. Еще раз повторяю, офицер, писатель, который написал, я считаю, лучшую книгу об Афганистане, которое называлось «Операцию Шторн начать раньше», а сейчас он, между прочим, председатель Союза писателей России. То есть наш начальник с Игорем Морозовым, потому что мы с ним писатели. А у вас заодно будет теперь знакомый в Союзе писателей России, не просто знакомый, а первый там человек. Николай Федорович Иванов. Дорогие друзья, с нашим днем. День наш, праздник, не праздник, мы здесь, на самом деле, не говорим. Я тоже поддерживаю во многом вектора Верстакова в том, что ошибка не ввод войск, а ошибка вывод войск. Потому что есть очень многие политические причины, мы прекрасно понимаем, что это не члены политбюро захотели повоевать, и они послали воевать там нас за речку, да. Были веские причины, которые я попытался по минутам постановить этой книге. Но сейчас мы говорим не об этом, мы говорим о вечере, мы говорим о том, что, вы знаете, после Афгана было очень много горячих точек. Но я войну оцениваю потому, сложились ли песни об этих войнах. Вот об Афганистане сложились песни, об Афганистане поюли. Ни о Чечне пока, ни о Донбассе, ни о других наших горячих точках пока не запели. Песни пока не сложились. Большинство из твоего перепевают вот наших ребят, Эликар Верстакова, Игоря Морозова и всех наших других друзей. Вы знаете, позавчера был в Звездном городке, встречали космонавтов, которые прилетели, вернулись месяц назад из космоса, длительной экспедиции. И начальник космодрома сказал, вы знаете, вы штучный товар. Вот у нас было 400 заявлений в отряд космонавтов, а мы отобрали только 6. Вы знаете, а я подумал, а вот мы, афганцы, вы еще более штучный товар. Вы еще более штучный товар, потому что вы те, те, кто не хотел лететь за речку, те, кто хотел увильнуть, они увильнули, они не полетели. Вот все, кто здесь, не уворачивались, не придумывали себе болезни, не обложились справками, они, они, мы полетели. Мы выполнили свой долг. И вы знаете, друзья, сегодня сейчас встретим удивительного человека, человека, который раньше всех нас, раньше всех знал, нас предполагал ситуацию, которая будет в Афганистане. Это Хабиб Таджибаевич Халбаев, командир мусульманского батальона, друзья. Это вот человек, которого еще не знали, полетим мы или не полетим, пойдут войска, они пойдут. Вот капитана Халбаева отыскали на курсах выстрел, да, и сказали собрать отряд. И 10 сентября, и одну маленькую выдержку вот из этого романа, который вот как раз по минутам восстанавливает, почему мы там оказались, именно почему, вопросы, именно почему мы там оказались. Виктор, разреши одну, зачитаю. Вот об этом человеке, может быть, каждый знает. 10 сентября, сентября еще 79-го года, Ташкент. «Сначала должен умереть ты, Хабиб Таджибаевич, а потом уже только этот человек, полковник Колесов, это Герой Советского Союза Колесник, показал Халбаеву фотографию пожилого мужчины с благородной седеной виска. Таракиев понял комбат по газетным снимкам президента Афганистана. Вернее, скажем так, что бы ни случилось там, куда вы летите, но мы поймем тебя лишь в одном случае. Если этот человек погиб, то значит ни твоего батальона, ни тебя самого уже в живых нет. Извини, но... Короче, отвечаю головой. Комбат взял в руки фотографию, более внимательно посмотрел на тараки. Да, задачу по охране поставил лично Леонид Ильич Брежев. Все, работаем по второму варианту. А сейчас штабокрук, а потом к вам на аэродром. И вот этот человек со своим батальоном 10 сентября должен был влететь в Афганистан, но запоздали, тараки был задушен, как мы понимаем, да. Сняли с самолета Хабиба Таджибаича с его батальоном. И второй вариант не сработал, и мы влетели 25 уже декабря. Я хочу подарить вот эту книжку, которая, оказывается, у Хабиба Таджибаича нет. Мы с вами встречались в Ташкенте в 90-м году, и вот сейчас вы видите, сейчас. Друзья, любая наша страница, рано или поздно она будет написана. Любая наша страница, она наполнена смыслами, наполнена тем, что за нами идут следом. Идут следом по нашему проторенному пути. И нам не стыдно оглянуться назад, и нам не стыдно посмотреть в глаза нашему отечеству. И всем остальным мы не опускаем свою голову за нашу афганскую войну. Хабиб Таджибаич, дорогой. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, ну, когда начиналось все это дело, во-первых, давайте еще вспомним, что еще 24 декабря пешком по земле туда вошел в Афганистан десантно-штуровой батальон под командованием Леонида Хабарова, который взял Саланг и принял самые первые бои. Об этом почти никто не знает. Потом была 9-я рота, но 9-я рота, она была вспомогательная. Потом был мусульманский батальон, потом, вернее, одновременно группа КГБ «Зенит и Гром» и так далее. Песня 9-я рота – это как бы образ начала той войны. Еще на границе, и дальше границе, стоят в ожидании наши полки. А там, на подходе к афганской столице, 9-я рота примкнула штыки. 9-я рота, стала портбельты, из памяти вычеркнула имена. Ведь если затянет с собой до рассвета, то не было роды, приснилась она. И если затянет с собой до рассвета, то не было роды, приснилась она. Войну мы тогда называли работа, а все же она оставалась войной. Идет по Кабулу 9-я рота, и нет никого у нее за спиной. Пускай городка ее бронеколонна, последней ходившая в мирном строю, 9-я рота сбивает заслоны в безвестном декабрьском первом бою. Прости же, 9-я рота отставших, такая уж служба, такой был приказ. Но завтра зачислят на должности павших в 9-ю роту кого-то из нас. Войну мы опять называем работа, а все же она остается войной. Идет по России 9-я рота, жаль, нет никого у нее за спиной. Идет по Тверскому 9-я рота, пусть нет никого у нее за спиной. Но вот песня немножко ближе к мусульманскому... Вадим, не сбивай пока. Называется «Горит звезда над городом Кабулу». Это действительно так. Если бы не удался бы вот этот военный переворот, то многих из нас, которые сейчас сидят здесь в зале, просто не было бы живых. Потому что пришлось бы уничтожать мусульманский батальон. Пришлось бы делать вид, что это афганская армия. Мусульманский батальон, кстати, они были действительно одеты в афганскую форму. И никто бы никогда не знал, какие были вот эти первые герои. Горит звезда над городом Кабулом, Горит звезда, прощальная моя. Как я хотел, чтоб Родина вздохнула, Когда на снег упал в атаке я. И я лежу, смотрю, как остывает Над минаретом синяя звезда. Кого-то помнят или забывают, А нас и знать не будут никогда. Без документов, без имен, без наций Лежим вокруг сожженного дворца. Горит звезда, пора навек прощаться, Разлука тоже будет без конца. Горит звезда декабрьская чужая, А быть звездой дымится кровью снег. И я слезой последней провожаю, Все, с чем впервые расстаюсь снове. И я слезой последней провожаю, Все, с чем впервые расстаюсь снове. Горит звезда над городом Кабулом, Горит звезда прощальная моя, Как я хотел, чтоб Родина вздохнула, Когда на снег упал в атаке я. Как я хотел, чтоб Родина вздохнула, Когда на снег упал в атаке я. Шуточная песня о советской печати. Иногда ее, когда не я исполняют, То ее объявляют как песня об афганской армии. И даже говорят, что не я написал, Какие-то там бойцы и прочие-прочие молодые офицеры. Нет, это моя песня, это я ее написал. И я ее печатал именно под названием Шуточная песня о советской печати. Почему? Здесь присутствует много моих, Не много, но есть дорогих товарищей, Журналистов, которые постоянно работали в Афганистане В годы войны. И они подтвердят, что нам приходилось врать, Врать, врать. Но чтобы о вас, о афганцах, хоть что-то было известно. Мы все смягчали, порой мы заменяли слова Там советская армия на афганская армия. Но выбор был небольшой. Или вообще не писать, Или иногда что-то допускать. Какие-то, к сожалению, вот такие вот неточности. Иногда фамилии даже меняли. Русский на афганский. Дрожит душман, в пулих умри, И около геранта, Его крушат, черт побери, Афганские солдаты. И в Кандагаре, и в Газни, И в Балхе, и в Кабуле, Войска афганские одни, Ну так и прут под пули. Их невозможно удержать, Они нас защищают, О чем советская печаль стыдливо сообщает. Ведь контингент наш очень мал, Навряд ли больше взвода. Границу перешел и встал, Любуется природой. Дает концерты в кишлаках, А в паузах, контрактах, Детишек носит на руках И чинит местный трактор. Пусть контингент и неплохой, Но где ему сравниться С афганской армией лихой, Который враг боится? Она разбила тысячу бан, Нет, миллион миллионов, Почти очистила Шиндант И два других района. Сильна, отважна, велика, Заслуженно, известно, А мы все пляшем гопога И чиним трактор местный, А мы плясали гопога, Чинили трактор местный. Песня называется «В королевских конюшнях», А госпиталь сороковой армии Он был в бывших шахских, Ну или королевских конюшнях. В королевских конюшнях Метромет для коня, Медсестра раскладушку Принесла для меня. Очень трудно, голубки, В коридорах, где сплошь, Стык обрубком к обрубку Полегла молодежь. Вертолетчик без права, Минометчик без двух, На повязках кровавых Гной да пятна от мух, Отыскала местечко В самом дальнем углу, Где десантник Навечно задремал на балу. Унесли, педалагу, Положили меня, И отсюда ни шагу Я спокойней гоня. Ведь от ног до макушки Весь я гипсовым стал, Мне не надо подушки, Разве что пьедестал. Медсестра, медсестричка, Что ж ты слезоньки льешь? Как же ты без привычки Здесь в конюшнях живешь? В королевских конюшнях Госпиталь нам чаду, В наркотичном, Спиртушном, Держинном бреду. Если чудо случится, Если снова срастусь, Дай свой адрес, сестрица, Может быть, пригожусь, Но а коль не воскресну, Все равно хоть часом Проживу на чудесный, Поглядев адресом, Проживу на чудесный, Поглядев адресом. В королевских конюшнях Метро нет для коня, Медсестра мою душу Унесла ты меня. Песня называется... Ну, у нее два названия. Одно, пылает город Кандагары, И второе название, Аллах Акбар. Меня иногда ругают за эту песню, Но ругают горяча. Если вы вслушаетесь в нее, То поймете, что она поется От имени советского офицера. Я не знаю, я... Да, кстати, хотел предупредить. Во многих моих песнях, Так сказать, слишком боевое содержание, Это не значит, что я пою о себе. Я был там военным журналистом. Ну, именно военным, Я работал в войсках, Старался держать поближе к бойцам И младшим офицерам. Но все-таки я был наблюдателем. Но иногда со стороны не больше, чем... Ну, короче, из-за того, что я видел, Одно время было среди офицеров, Ну, по крайней мере, я несколько раз видел, Шутливое приветствие. Встречались, и друг к другу говорят, Аллах Акбар, куда пошел-то? За водкой пошел. Был этот город Кандагар, Живым уйти нельзя. И все-таки Аллах Акбар, Аллах Акбар, друзья, Аллах. Аллах Акбар, Аллах Акбар. Мне было тошно в жизни той, Я жить, как все, не смог. Простился с верной женой, Аллах Акбар, дружок. Аллах Акбар, Аллах Акбар. И над могилой отца заплакал, Наконец, твой путь пройду я до конца, Аллах Акбар, отец Аллах. Аллах Акбар. Аллах Акбар, горит песок и рушится скала, И очередь наискосок к дорогу перешла. Аллах Акбар. Аллах Акбар, пылает склон и перебит дозор, Идишь в атаку батальон, Аллах Акбар, майор. Аллах Акбар. Акбар. Вы слышите, как мы поем там цинковых гробах? Ты видишь ли, как мы идем, Мы не свернем, Аллах. Аллах Акбар. Аллах Акбар. А если кто-нибудь живым вернется в Кандагар, Его мы, может быть, простим ему, Аллах Акбар. Аллах Акбар. Былает город Кандагар, живем уйти нельзя, И все-таки Аллах Акбар, Аллах Акбар, друзья. Аллах Акбар. Аллах Акбар. Песня называется Нюрка.